А вот встреча с некоторыми другими обитателями пермских квартир может стать неприятной. Я сейчас говорю о тараканах. Разговор о них мы продолжим с нашим утренним гостем. Я рада приветствовать Алексея Николаевича Аникина, директора Пермского краевого центра дезинфектологии. Доброе утро. Доброе утро. Насколько часто сейчас в городе можно встретить тараканов? И эта проблема вообще актуальна для Перми? Ну, в целом для города эта проблема всегда оставалась актуальной. Не скажу, что тараканов мы встречаем повсеместно. Как правило, они у нас дают интенсивность такую локальную. В основном это предприятия общественного питания. К нам обращаются достаточно часто. И квартиры многоквартирных домов. А с чем связано их периодическое возвращение? Ну, я бы так сказал, что речь идет не о возвращении. Они у нас никуда не уходили. Просто если вспомнить ситуацию 20-30-летней давности, когда эта проблема действительно была актуальна, и по тараканам было достаточно много обращений, и это действительно было проблемой в масштабах, ну, если не города, то, по крайней мере, отдельно взятых многоквартирных домов. Сейчас это может связаться с тем, что на рынке появилось достаточно большое количество препаратов с различными действующими веществами. Плюс все-таки вот та ситуация, которая складывается сейчас в строительстве, я имею в виду мусоропроводы, они не так часто строятся сейчас на квартирных домах. А это является одним из, как бы, таких факторов риска наличия мусоропроводов на квартирном доме. Тем более, если есть проблемы со своевременной уборкой, с очисткой, то это является таким фактором, который способствует росту популяции тараканов. А вот эти средства, о которых Вы уже начали рассказывать, которые есть на прилавках магазинов, насколько они действенны? – Чтобы говорить о действенности, нужно иметь в виду, что любая борьба, в частности с тараканами, она требует обязательного соблюдения ротации. То есть сейчас у нас коммерческих названий в магазинах достаточно много продается. Если мы зайдем в магазин «Товары для дома» и увидим, какое количество продается гелий, различных приманочных форм для борьбы с насекомыми, то по названиям будет произвести впечатление, что их очень много. На самом деле нужно обращать внимание не на наименование препарата, а на действующее вещество или состав препарата. И состав, он часто бывает, коммерческое название бывает разное, а состав препарата или действующее вещество одно и то же. И если пользоваться постоянно одним и тем же действующим веществом, то у насекомых происходит привыкание и, как следствие, происходит уменьшение эффективности этого препарата по отношению к популяции. А вот тараканы, если так в целом посмотреть на эту проблему в пермских квартирах, это просто неприятное соседство или это что-то большее, какая-то более серьезная проблема? Ну, неприятное соседство – это раз. Второе, таракан – это всегда спутник антисанитарии. Ну, сейчас мы фиксируем случай появления тараканов и вполне благополучной санитарной ситуации. Связано это с тем, что, предположим, если взять многоквартирный дом, кто-то производит чистку жилища, проводит мероприятие по дезинфекции, и тараканы, естественно, начинают активно мигрировать в соседние квартиры. Поэтому, когда мы говорим о росте численности, то на сегодняшний день в масштабах города я бы ситуацию оценивал как, в общем-то, такую спокойную. В масштабах, если отдельно взятых, строений, там бывает резкое увеличение численности именно по этим причинам. Вторая составляющая – это санитарно-техническое состояние, ну, попросту говоря, чистота в квартирах. Тараканы, они очень, как бы так, четко на это реагируют, влаголюбивые, достаточно насекомые. И если есть у них какая-то кормовая база, то они, естественно, эту территорию активно заселяют. И при отсутствии каких-либо мероприятий санитарно-технического характера достаточно сложно, порой бывает, справиться с ними с помощью одних препаратов. Приведу пример. Мы работаем достаточно активно с крупными предприятиями, и в том числе и пищевой промышленности. И там позволяют достичь эффекта, такого стопроцентного эффекта, именно комплекс мероприятий, когда идет выполнение полностью мероприятий санитарно-технического характера, и обязательно соблюдаются ротационные схемы и используются современные препараты. В этом случае эффект достигается положительным. Алексей Николаевич, я благодарю вас за такую интересную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях был Алексей Николаевич Аникин, директор Пермского краевого центра дезинфектологии. Оставайтесь с нами. Впереди еще масса всего интересного.